Президент страны всегда принимает правильные решения. Это есть премьер Сирии. Вовремя принятыми мерами были уничтожены террористические организации. Этим обеспечили безопасность нашего государства. То же самое через Украину. Те же самые западноевропейские государства делали все возможное и невозможное разрушить наше государство. Но президент вовремя принял решение, принял предложение двух республик, признал их и обеспечил безопасность населения. В Украине находятся невооруженные силы Украины, а террористы, шайтаны. Среди них находятся те шайтаны, которые у нас убивали наших братьев, сестер, женщин, стариков. В последующем сбежали из республики, находились под контролем европейских разных государственных спецслужб. И они их направили тоже туда. Они заявляют, что мы ждем чеченских бойцов, мы готовы воевать против них. Я заявляю официально, самые горячие точки в Украине, государстве и республике будут занимать именно чеченские бойцы. Бойцы, которые служат на пути Ахмада Хаджи Кадырова. Если вы действительно хотите встретиться с нами, то приглашаем с удовольствием встретить нас там. Я вас собрал. Мы должны быть готовы на все для того, чтобы обеспечить в первую очередь безопасность чеченского народа. Мы обеспечили, уничтожили не просто террористы, террористы были подготовленными, сильными государствами, были направлены для развала России через Чеченскую республику. Представители более 50 стран мира. Мы чеченцы, чеченские сыновья, нохчи, уонхи, мусульмане, сунниты, одержали победу и показали всему миру, что нет в исламе разного течения и не должно быть. Есть ислам, есть Коран, есть сунна пророка, есть шариат, есть тариат. И мы защитили и защитим Ададу. И сегодня наши ребята охраняют границы нашего государства. И я уверен, что они покажут себя достойно. Мы в ближайшие дни будем праздновать освобождение миллиона населения от насилия. Восемь лет убивали, как нас тогда убивали даже на двух республиках. Донецк, Дуганск. Никто на это внимание не обращал. Сегодня, когда Россия начала помогать противостоять бандеровцам, шайтанам, террористам, отщепенцам, весь мир стал против нашего государства. Объявляют всякие санкции. Пусть объявляют санкции, но если они так будут вести себя, европейские государства, не столько территорий у них, сколько у нас регионов.